Приветствую всех зрителей нашего канала. Сегодня будет короткое видео и будет такой интересный автомобиль Polestar 2. Этот автомобиль привезли нам наши партнеры компания E-Motors. Это абсолютно новый автомобиль. Его привезли из Китая. И из-за долгой дороги бывает, что разряжается 12-вольтовый аккумулятор. Или бывает снятая клемма. И после этого необходима инициализация некоторых функций. Таких например как стеклоподъемник дверей. Но если с стеклоподъемником все более-менее ясно, там необходимо поднять стеклоподъемники полностью вверх и продолжать удерживать кнопки пару секунд. Затем то же самое вниз и тоже удерживать в нижнем положении. После этого стеклоподъемники инициализируются и начинают работать. То с зеркалами еще не сталкивался. Поэтому в этом ролике именно это и сделаем. Ну и конечно же проверлюсь на нем, как же не испытать такого красавца. Так, вот так вот он выглядит изнутри. И для того, чтобы автомобиль запустить, нужно нажать тормоз и перевести ее в режим драйв. Все, автомобиль у нас запустился. И вот он видит, что я сижу на сидении. И при этом не пристегнут. На автомобиле пробег 121 километр. То есть абсолютно новый автомобиль. Зеркала у нас не работают. Так вот, чтобы их активировать, необходимо нажать одновременно две кнопки. И зеркала чуть-чуть подвинулись. И теперь они работают. О, божья коробка. Зеркала работают и все. Ну а теперь, естественно, тест-драйв. Так, ну что, проедемся. Посмотрим, как это чудо едет. Вроде как заявляет производитель, что разгоняется она за 4,7 секунд. Камера кругового обзора. Так, теперь же нужно зеркала отрегулировать. Простят меня, конечно, жители Киева за нарушение скоростного режима. Ух, едет она хорошо. Автомобиль очень сбитый. Ну, это, наверное, один из самых приятных электромобилей, на которых я ездил. Не знаю, как он будет в будущем, но, по крайней мере, ощущение очень приятное. Дорога держит просто. А, так она еще и полноприводная. Тогда понятно, почему она так дорогу держит. А вот какая характеристика этого автомобиля. 71 киловатт батарея и общая мощность моторов 300 киловатт. С двух моторов снимается 408 лошадиных сил при 660 ньютон-метрах. И с 2022 года есть вариант с батареей на 78 киловатт-час, рассчитанных на пробег 450-480 километров. Версия с этой батареей, но с одним мотором, рассчитана на пробег 515-540 километров. И есть самая простая версия. Это с батареей на 68 киловатт-час, с одним мотором на 224 лошадиных силы и 330 ньютон-метров. И заявленный пробег 420-440 километров на одном заряде. А это версия 71 киловатт-час из первой партии автомобилей 2021 года. Кстати, очень интересная деталь это ремень безопасности желтого цвета на фоне черного салона и гравировка на замке ремня Sainz 1959. Это год, когда Volvo запатентовала трехточечные ремни безопасности. Apple Star является брендом спортивных дорожных автомобилей Volvo Car Group. Кстати, в прошлом видео я обещал разобрать шумящий подшипник с мотора Hyundai Ioniq. Так вот, хочу это сейчас показать. Я обещал, что разрежу подшипник, но забыл я его разрезать, чтобы посмотреть, почему он шумит. Так вот, сейчас я разрежу и сделаю либо отдельным видео. В общем, если вы уже смотрите, то уже сделал. В общем, такая ситуация. Здесь с внутренней обоймой и наружной обоймой явных каких-то выработок нету. Вот есть по центру такая немножко помутневшая канавка. и то же самое по наружной обойме. А вот с шариками все немножко сложнее. Шарики здесь стоят стальные. И я вот уже отмыл ее от смазки. И вот, допустим, есть раковины на вот этом шарике. На этом шарике есть. В общем, здесь проблема с тем, что начали крошиться шарики. И вот они давали такой шум. Вот здесь выкрашенный. В общем, проблема именно в самих шариках. Так что вот такая вот ситуация с этим мотором. Не так давно к нам приехал еще Nissan Leaf с подозрением на шум редуктора. Но оказалось, что с редуктором все нормально. А шум был с задней моточиной колеса. И хочу показать лайфхак, как проверить задний подшипник. А вот так можно проверить, какой подшипник шумит. А теперь с другой стороны, который не вызывал никаких подозрений. А здесь шума нет. Сейчас еще проверим передние подшипники. Но, скорее всего, так и есть. Один задний, правый подшипник у нас и шумит. Продолжение следует... Продолжение следует...